На Камчатке завершается выбор имени для главного аэропорта полуострова. Волонтеры Победы предоставили местным жителям еще одну возможность проголосовать традиционным способом, поставив галочку на бумажной анкете. В этот раз пункты развернули на Елизовском центральном рынке. Юные камчатцы, которые разносили анкеты, легко нашли отклик у его посетителей. Люди очень быстро реагируют на это. Все выбирают, все активно, все обсуждают. Почему стесняться? Надо же выбрать имя нашему аэропорту. Голосующие охотно делили свои мнения мы с волонтерами и с нашей съемочной группой. По ответам становится понятно, что у камчатского аэропорта в итоге может быть любое из трех предложенных имен. Я бы выбрала Крашенинникова. Я недавно совсем читала книгу про Камчатку Мартыненко. Это наш местный писатель. И там описывают его, биографию, все. Ну, еще очень многих. Но мне почему-то оно больше понравилось. За Витуса Беринга, за командора. А за кого еще здесь голосовать у нас? А я коренной житель Камчатки. У меня здесь предки. С 1800... У меня дедушка родился в церкви. В 1886 году в церкви был. За Крашенинникова. Ну, мне кажется, этот человек, который, наверное, первый описал Камчатку полностью, достоверно забравшись в такую дальнюю. Я выбрала Завойко Василия Степановича. Считаю, что данный кандидат, да, как кругосветный мореплаватель, внес большую вклад именно в развитие Камчатки. То, что появилось. И наш город, в том числе, Елизово. Я выбрала Витуса Беринга. А вы колебались при выборе или однозначно? Вы знаете, и были колебания. И если даже выберут Завойко, я не против. Видимо, осознание того, что это последний день акции, повлияло на камчатцев. Они активно откликались на предложение сделать выбор. Даже без учета этого, последнего дня акции, с помощью вот таких бумажных бюллетеней, за имя для аэропорта на Камчатке проголосовали свыше 7 тысяч человек. Еще больше это сделали с помощью интернета. Но вот как распределились голоса, будет известно только 4 декабря. Все заполненные бумажные анкеты, собранные на Камчатке, отправят в Краевую общественную палату. После окончательного подсчета составят протокол. Его объединят с данными, полученными на оффлайн-точках до этого дня. И отправят в оргкомитет акции, где добавят голоса, полученные другими способами. Окончательный результат голосования в рамках общенационального конкурса «Великие имена России» будет объявлен 4 декабря 2018 года в 19.00 по московскому времени на телеканале «Россия-1» в рамках программы «60 минут». И мы с вами узнаем, чьим же именем дополнено название нашего аэропорта Петропавловск-Камчатский Елизово. А пока у камчатцев еще осталась возможность повлиять на выбор имени для аэропорта. Акция «Великие имена России» завершится по камчатскому времени в 9 утра 1 декабря. До этого момента можно отдать свой голос на сайте великие имена.рф. Там же есть ссылки на группы в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Принимают мнение россиян и по телефону горячей линии. Залина Корбанова, Иван Родин, информационное агентство «Камчатка». Иван Родин, информационное агентство «Камчатка».